здравствуйте дорогие гости и подписчики моего канала с вами юля и сегодня мы подведем итоги 2019 года посмотрим что мне удалось выполнить и какие готовые работы у меня получились за этот год этот год на самом деле у меня был не очень продуктивным но тем не менее есть работы и я хочу поделиться с вами моими небольшими успехами и так перед вами одна из моих самых любимых работ конечно все работы любимые поэтому мы их вышиваем но эта работа для меня особенная не знаю почему этот сюжет очень трогательный очень милый и как только я увидела данный сюжет в леди вконтакте у одной рукодельницы она вышивала я сразу загорелась и все это было принято решение мгновенно что нужно найти и вышить этот сюжет этот дизайн дизайн этот фирмы буцила он очень давно уже снят с производства мы все знаем что буцила долго не держит свои наборы в производстве поэтому если что-то нравится нужно быстро приобретать я поискала в интернете схему схемку нашла но как мы знаем старенькие наборы буциллы укомплектованы ниточками именно буциллы поэтому подобрать в принципе можно я пробовала но решила не рисковать очень много было оттенков бежевого цвета который используется в теле и в ниточках дмс я не могла сделать такой подбор я долго думала как же мне выйти из этой ситуации хотелось вышить а вот так просто как бы на глазок подбирать нитки мне не хотелось я искала искала этот набор я найти не могла тогда вот именно тогда мне попалась на глаза группа вконтакте клубок желаний у них есть магазин и я посмотрела что девочки комплектуют наборы дименшенс делать комплектацию из трех палитр делают наборчики и продают и я подумала но если у них есть такая возможность они про прогоняют в программу подбирают там из трех палитр цвета у них есть и отшивы то есть как бы они занимаются этим профессионально и я обратилась к ольге с просьбой если возможность укомплектовать и сделать вот такой вот дизайн по буцили схема у меня была в принципе у них тоже поэтому долго эта тема не у нас не не ждала ответа сразу мне ольга писала что да есть такая возможность можно будет сделать этот набор и я дала свое согласие что как только выходит на блоге его сразу покупаю конечно же и девочки очень быстро сделали наборчик сразу мне предупредили что они убирают три четверти креста которые используются в дизайнах буцилла и слава богу потому что здесь настолько насыщенный дизайн и я думаю что ну здесь это было бы лишним эти три четвертых креста буцилла любит их использовать в каждой травиночке везде везде мне это принципе не нужно я очень рада что дизайн упрощен вот убрали три четвертые креста ну и конечно же вышивка на аиде а не на равномерке как это у буциллы вот наборчик пришел я сразу приступила к вышивке этого дизайна но вот все-таки дизайн то непростой шила я шила и на каком-то этапе я немножечко как бы подустала а на каком этапе я начала с нижнего правого угла здесь у нас вышивается солома ну вы видите все такое однообразно до коричнево-черно-желтая и устаешь от такого смешения цветов как бы не виден сам рисунок а вышиваешь какую-то смесь и мне казалось в начале что может быть неудачно подобранные цвета может быть что-то как-то какие-то сомнения и я отложила работу но потом все-таки решила думаю нет надо взяться и повышевать посмотреть что дальше получится вот и в принципе когда я дошла до какого-то участка работа стала проявляться я сравнила все фотографии очень хорошее сходство понятно есть некоторые отличия в оттенках но они простому глазу не видны то есть нужно очень профессионально изучать картинки на фотографии чтобы находить отличия в каких-то цветах и оттенков вот и работа у меня пошла работа пошла не так-то быстро потому что очень много баксича и бакси здесь непростой вот анкор славится своим замудренным баксичом а здесь дизайнеры но отвели душу по полной я вам покажу поближе вот эту тунику вот так видите в начале я прям старалась все по схеме вышивать все эти стежочки все как есть но потом я поняла что я наверно не смогу я сойду с ума все это вышивать прям точно по схеме теряешься в этих крестиках постоянно считать и я уже дальше немножечко вот здесь вот я вышивала уже на глазочек придерживаясь схемы но без точной копии потому что ну вот посмотрите как 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 можно вышить столько баксича нет это не проблема конечно вышить очень сложно ориентироваться особенно вот здесь в начале вот так что по схеме там много 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 стежочков между крестиков крестики вот такое вот что то все вот очень сложно ориентироваться на основе по вышитым крестиком вот что хотела сказать потому что по схеме видно как нужно вышивать а вот на крестиках очень очень тяжело ориентироваться и я уже вот эту тунику вышивала на глазок и конечно тяжело тяжело все это шло дальше овечка вышивалась конечно с большим большим интересом всегда главных героев вышивать интересно азарт увидеть поскорей ну и конечно же лицо малыша очень я переживала как получится глазки до ладокси чем нужно было обвести старалась чтобы все получилось аккуратно губки потому что все-таки центральная до часть картины лицо привлекает внимание дело чтобы было все ровненько и аккуратненько волосах тоже много баксича ну я уже тоже здесь примерно на глазок вышивала есть и темные ниточкой баксич и светленькой ниточкой баксич видите там всякие стежочки вот такая вот у нас здесь красота крылышки тоже обшиваются баксича но там не так-то много просто по контуру вот эта часть фоновая где идут у нас как бы стена сарая из доски вышивается полукрестом вышивается очень очень легко поэтому здесь берешь ниточку и просто отшиваешь большие такие участки вот такая у меня любимая любимая картина вышивалась в этом году начинала я ее вышивать по моему 18 но закончила уже в 19 она у меня была выше там меньше чем наполовину если я правильно помню я уже не помню всех подробностей это было как раз год назад и я ее заканчивала вот в январе наверное феврале ну примерно да я говорю такие данные не важно факт в том что работа у меня есть и эту работу я планирую оформить в этом году вот знаете такой вот у меня минус сразу минусы 2019 года я планировала каждый месяц оформлять по одной работе но у меня 2019 год получился очень затратный на мое обучение я постоянно какие-то книги покупаю какие-то курсы вот и тоже в конце года я купила такой очень дорогой пакет ну так не будем говорить цифры примерно как подержанная машина вот и поэтому мне пришлось экономить на оформление картин вот так скажем в 2020 году я надеюсь я справлюсь и вот прямо после видео отправлю эту работу и еще несколько на оформление прям пакетом я если низки несу багетку работы я несу две-три так уже знаете оптом дешевле дают скидку вот и поэтому эту работу я очень-очень хочу оформить она такая красивая на мне очень нравится своей нежностью этот ангелочек такой добрый такой печальный волосики вот такие кудряшечки он не знаю люблю я этот дизайн и говорю говорю никак не могу оторваться перейти к следующей работе все переходим к следующему моему дизайну отшитому следующая работа 2019 года оригинальный набор дименшенс ангел хранитель это обычный набор не gold коллекция из стареньких наборчиков покупала на довесок каком-то интернет-магазине когда делала покупки знаете вот часто бывает что нужно отобрать до какой-то суммы он был по скидке и я его приобрела даже не планировала его вышивать но было такое настроение повышевать ангелов повышевать вот такую вот нежную тему и я его открыла и на одном дыхании практически вышел на самом деле очень очень легкий дизайн вот для дименшенса не характерно ну наверное потому что он из стареньких здесь много полукреста используется есть крестик есть полукрест по моему в 3 или в 4 ниточки но совсем чуть-чуть нет сильных смешений цветов бэксич присутствует но он в умеренном количестве и вышивается легко несмотря на то что это темная основа тем не менее вышивается очень легко приятная работа и получила массу массу удовольствий покажу вам поближе такой малыш красивые сочные цвета хорошая разработка лица видите хорошие большая мишка красноватая характерные дименшенсу оттенки такая у меня получилась работа как я сказала вышивала я ее просто на одном дыхании по наборе была схема из двух частей и буквально там за месяц примерно я эту работу вышивала вот эта работа мне тоже будет отправляться вместе с моим ангелочком в багетную мастерскую как-то они должны оформиться в паре потому что тематика вроде бы схожая да поэтому буду их оформлять вместе и каком-то видео конечно же покажу вам то что у меня получилось мои уже готовые оформленные работы но мы переходим к следующей работе следующая работа это мой такой так сказать долгострой чик это оригинальный набор сделать своими руками вышивка шерстяными ниточками волшебные часы начинала по моему 2017 может быть и раньше нет по моему все таки в 2017 году я сделала старт вышивала стойку у меня здесь она подвернута стойка но мне здесь не понравились ниточки они не очень такого приятного качества и поэтому как бы настроение у меня испортилась и работа была отложена на очень долгое время потом есть к ней опять вернулась вышел а здесь первый ярус вышел об их стич фонарики в принципе более-менее пошла работа я ее натянула на станочек и креслики стали ложиться более аккуратно ниточку я стала брать покороче и как бы процесс пошел ну опять я переключилась на другие процессы более интересные и опять работа отложилась и вот уже в этом году так как эта работа залежалась да я приняла решение что ну все хватит ее мучить нужно ее взять и до вышивать и в общем то я ее поставила в ротацию поставила свои процессы и потихонечку шаг за шагом отшивала где-то откладывала но в итоге работа у меня завершилась работа получилась очень даже симпатичная сам дизайн должен был быть очень очень длинным около 95 сантиметров ширину 30 или 35 сантиметров но я так подумала куда мне вешать такую огромную работу и я стоечку обрезала вот там должен был быть центре часовой механизм вышиваться стойка я решила что нет я это обрежу в принципе вышила стойку да видите вот такие большой объем работы тоже здесь проделан но возможно при оформлении я еще больше скрою возможно не нужны даже и те стойки а просто вот например на как вы видите вот где-то так как-то так и оформлю в оформлении работа я думаю заиграть по-другому и преобразится когда я ее вышивала мне вообще не хотелось все оформлять хотелось просто узнать и завершить и убрать глаз долой но вот сейчас когда она вышитая выполнен полностью весь бэкстич краски все заиграли не эта работа очень очень нравится были у меня мысли сделать из этой работы именно часы потому что здесь есть циферблат можно было не вышивать стрелки а сделать еще циферки может быть какие-то отметочки и ставить часовой механизм но потом подумала ну не знаю нет и решила вышить просто как картину и оформлю ее и повешу мою коллекцию работ с домиками пока у меня коллекции как таковой нет но потихоньку вышивается и ну как тематика да вот домики замки не знаю все таки мне кажется она будет смотреться в оформлении очень очень хорошо и то что я для себя поняла даже самая самая простая работа ну как бы не замысловатый сюжет при хорошем оформлении конечно преображается и превращается в хорошую интересную картину поэтому и здесь нужно будет продумать хорошее оформление и картина заиграет новыми красками работа вышивалась на основе best x очень такая жесткая основа но я ее оценила по итогу когда стирала работу это снова совершенно не ее не перекосила на не растянулась и не деформировалась и хорошо сохранила свою форму до при вышивке best x не очень хорошая снова но отведите после стирки как бы она себя оправдывает ну свайгардом конечно не сравнится свайгард это очень очень приятная и качественная основа но тем не менее вот и пару слов о best x есть и свои преимущества у этой основы вот такая вот красота покажу немножко вам поближе я надеюсь камера хорошо передаст оттенки последнее время но мне стало шалить техника устала требует замены нужно ремонта не знаю вот но также видите сюда пришли от ваш армика вот ключик и замочек это из моих запасов я нашла ваш армика пришила посмотрите сколько здесь бэкстич особенно вот на этой двери конечно дизайнеры постарались вот получилось очень симпатично вот такая вот работа отправляется в коллекцию а мы перейдем к следующей работе следующая работа это дизайн дименшенс но сборка глубок желаний я показываю работы может быть не в той очередности как они вышивались но примерно я уже не помню что когда вышивалась и в этом году сейчас на рукодельный блокнот совершенно не вела потому что год был у меня рабочий много было разных у меня других дел и забот поэтому вышивку я конечно вышивала но просто у меня не было вот таких вот записей не было у меня четко вот такого контроля что когда вышивалась когда я начинала все происходило немножко спонтанно и хаотично вот и ну где-то летом я точно помню перед отпуском не хотелось отпуска никак не могла дождаться этих дней когда мы закроемся и пойдем на каникулы вот и я приобрела этот наборчик потому что здесь лето дача такое настроение отдыхающая расслабляющаяся дачная и я приобрела этот наборчик и сразу приступила к вышивке этот дизайн я вообще могу посоветовать абсолютно всем вышивается очень очень легко это первый дизайн где я не зачеркивала схему вообще обычно я хоть какие-то пометки но делаю а здесь настолько просто понятна и логично что схему зачеркивать не было никакой необходимости дизайн интересный потому что здесь есть много элементов на как над которыми нужно потрудиться поработать и повышевать и бэкстич и часто меняется ниточка есть участки где берешь нитку и просто вот вышиваешь отдыхаешь вот как здесь полукрест да или или вот здесь тоже большие участки поэтому идет смена техник и и на этой работе и отдыхаешь и развлекаешься и процесс идет очень очень легко и интересно вот такая у меня работа получилась вышивала на всех материалах которые были вложены в набор ничего не меняла а аида были мысли заменить на равномерку потому что есть вот чуть-чуть здесь не зашитого но потом подумала ну то маленький участок тем более здесь аида такого желтенького цвета лимонного она тоже придает света и какого-то тепла это работе в тех участках которые остаются не зашитыми до по краям и я решила нет я оставлю а еду пусть будет так и вот то что мне получилось мне нравится покажу поближе здесь много-много деталей и есть что рассматривать вот это табличка я с нее начинала вышивать мне на очень нравится здесь такие классные подсолнухи такой почтовый ящик уси какая классная повозка вот вышиваешь ее вроде бы картинка нечеткая сделаю бэксич все все понятно классная повозка вот здесь очень очень интересное место здесь много разных мелких деталей много бэкстича я в цветы добавила французские узелки не могла оставить без внимания этот элемент вот такая здесь красота видите антикс ну как бы старинные вещи да антиквар все по 50 долларов приходите выбираете дерево такое классное домики такое крылечко здесь это уже в цветах и добавляла французские узелки много-много крутила смотрите сколько бэкстича интересного очень-очень классный дизайн вообще рекомендую особенно для любителей дименшинс кто за кем наблюдает вот в этом году у меня три дизайна дименшинс вышились этих котов я очень-очень давно мечтала вышить и я их начинала в 2017 году но потом я был год не вышивки отложился процесс и было выше то что-то тут в серединке совсем чуть-чуть лежал-лежал процесс потом я решила вернуться к нему и когда я вернулась к этому процессу у меня наступила ностальгия о совместном проекте мои любимые коты и вот благодаря этим котиком организовался наш совместный проект мои любимые коты 2 и мы с девочками дружно и весело вышивали очень-очень много котов и как показала практика наши совместные усилия наши совместные наверное настрой очень сильно повлиял на многих из нас многие девочки обзавелись котами различные интересные ситуации жизненные стали происходить с котами вот мы так сказать по тренировались на катах и теперь у нас организовываться еще три новых совместных проекта где мы уже будем стараться привлекать более материальные вещи но это такое небольшое отступление и к самому этому дизайну вернемся дизайн вышивается на на аиде цвета даб грей это 16 каунт здесь очень много полукреста есть много участков где нет не зашивается и сам процесс вышивался очень легко и интересно быстро получается ярко красиво хочется оформить этих котиков но уже наверное во втором заходе я вам покажу конце видео те работы которые я буду отправлять в багетную мастерскую вот здесь есть и бэксич но его на самом деле здесь не очень-то много терпимая здесь ситуация с бэксича вот корзиночка обшивается все просто котики чуть-чуть поречник немножко кошки птички вот я все смотрела какие большие птички какие маленькие дырочки у скворечника неправильно здесь нарисовали елочки сосульки вот такая вот красивая получилась работа вот такие котики отправляются в копилку к моим котам мне нужно будет еще вышить несколько дизайнов от фирмы дименшинс несколько котиков чтобы завершить мою коллекцию но в частности леонардо вот у меня еще не вышит так и не добрались к этому коту есть набор лежит надо будет как-то организоваться может быть в следующем году я вышью леонардо но это такие знаете планы мечты ладно а мы переходим к следующему дизайну и главная победа моя победа 2019 года это мои совы набор custom crafts оригинальный набор совы в лунном свете начинала я эту работу по моему 2017 году мне такой был год много всего начинала потом был год не вышивальный и вот в этом году в 2019 году я уже какие-то мои работы доводила до ума сам процесс был конечно же не простым не в плане техническом то схема была очень даже несложная нормальная схема есть одиночки рассыпаны но не рассыпаны в пределах какого-то участка и можно их вышивать одной ниткой сам процесс вышивался сложно потому что он выдержан преимущественно в синих цветах и когда вышиваешь какой-то участок можно шить долго и не видеть какой-то картинки ничего не понятно что ты вышиваешь вот если возьмем вот этот участок да посмотрите вышиваешь вышиваешь тут какая-то мешанина или вот этот синие черные нитки и вот туда ну как бы непонятно что вышиваешь вот сова пятнышки 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 и я вот такими вот перебежками и отшивала эту работу по моему в 2017 году я вышила где-то одну треть вот такая полоса у меня была готова ну а уже в этом году я за нее взялась ну еще в 2018 что-то вышивала ну совсем немного в этом году уже взялась и потихонечку стала над ней работать честно вам скажу сама не верила что смогу ее в этом году завершить я так от нее устала вот этих синих цветов что мне казалось что она будет завершаться уже в начале этого года но я поднажала и у меня все получилось к счастью вот я уже в завершении вышивала вот здесь небо в небе есть большие участки которые вышиваются одним цветом грубки такие да и вот брала я одну ниточку и вышивала 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 шила шила так сказать и наконец-то работа проявилась работа большая работа у нас здесь по моему 35 на 35 сантиметров если я не ошибаюсь да и эта работа будет в этом году оформляться обязательно в этом году я ее оформлю мне хочется здесь какого-то хорошего оформления такого знаете синего бархатного паспорту серебряный слип какую-нибудь интересную раму чтобы это такая была знаете работа вау ну она просит просит здесь хорошего оформления и очень мне нравится этот сюжет вот эти две сушки полярные я люблю парных животных и они такие классные пушистенькие так хочется их погладить глазки у них выразительные ну красавицы красавицы получились люблю кастом крас у меня из кастом краса есть несколько наборов и есть у меня много схем купленных ну так как кастом краса вышивается не так-то быстро мне этих схем хватит вышивать еще в общем на всю жизнь хватит всех моих наборов что там говорить вышивать и вышивать ну хочется надеяться что хотя бы по одному в год кастом красу я смогу вышивать и у меня будет потихоньку собираться коллекция этих работ вот они великолепные они очень очень классные эти дизайны я люблю живую природу я люблю флору и фауну поэтому кастом крафт он мне очень очень симпатичен вот так ну что большие работы завершились это все в общем то большие работы которые у меня были в этом году видите год не очень такой продуктивный потому что я много работала много училась ну а вышивала уже тем не менее есть результаты неплохие в общем то и есть у меня несколько маленьких работок я тоже хочу их показать не оставить за кадром так сказать вот в совместном проекте мои любимые коты у меня вышилась такая игрушка осенняя вот такой забавный кот он у меня стоит на рабочем столе у меня есть такой стаканчик где там ручки карандашики и вот он там стоит выглядывает такой забавный я мою клеточку сюда пристроила есть тут вот булавка которая мне помогает если нужно что-то отметить досчетная вот эта вот булавочка такой вот котик у меня вышелся дальше у меня изготовилась птичка это это у нас димняя выишня и это птичка чижик у меня магнетик который украшает процесс кастенкрас который я сейчас вышиваю и еще одна милая вещица которая выполнилась это вот такой кулон тоже вам недавно показывала в видео вот такая вот красота и так подведем итоги 2019 года у меня выполнилось всего 6 работ среднего размера и выполнились 3 маленькие работки которые я вам показала но такие уже знаете отдыхалочки а вот как работы которые я считаю это 6 работ как я сказала год был не очень вышивальный я надеюсь в 2020 году у меня получится выполнить больше работ и из этих работ вот эти 3 у меня отправляются прямо сразу в багетную мастерскую то есть я наверное в следующей неделе поеду и их отвезу здесь значит два ангела как я показывала но они парные ну и совы потому что просто я их очень сильно хочу оформить ну а эти работки пока полежат так похранятся повышеваю я еще котов пособираю коллекцию потом вместе они будут оформляться домики так же я может быть еще вы ищу какой-нибудь домик и так же вместе оформлю как бы серию потому что я заметила что вот так вот вышиваешь оформляешь по одной работе а потом получается разношерстная коллекция и дизайны разные и грамки все разные все как-то разное и скомпоновать потом очень сложно у меня не получается оформлять как-то в едином стиле я всегда подбираю оформление под работу да а не под интерьер но у меня нет какого-то такого прям определенного интерьера у меня очень простое убранство в доме и тем не менее картины как-то должны между собой сочетаться вот поэтому я наверное буду их оформлять как-то парно пусть они уже полежат потомятся в рулончике а потом будут как-то вот парами оформляться ну в общем я своими итогами довольна у меня есть какие-то работы будем дальше работать совершенствоваться хобби есть хобби главное чтобы оно приносило радость и удовольствие чего я вам желаю желаю получать удовольствие от вашей вышивки спасибо что вы заходите на мой канал поддерживаете спасибо за ваши лайки за подписки спасибо что участвуете в ВСП это помогает нам вместе отшивать наши процессы ну и конечно же на моем канале будут еще очень много интересных видео я желаю вам хорошего настроения и до новых встреч пока пока до новых встреч